После всего этого дерьма, которое с ним в реале происходит. Про это есть хороший фильм с Хоакином Фениксом, у которого тоже брат умер. Как же, Ривер Феникс, по-моему, тоже актёр. Ему тоже не везло по жизни, его там Лив Тайлер бросил, ещё какие-то грустные истории. Он якобы рехнулся, ну, на самом деле, не по-настоящему, стал рэп-исполнителем. Фильм называется «Я всё ещё здесь». Рекомендую к просмотру довольно такая необычная, необычная мокументаря. То есть, если вы хотите увидеть, как Баскаронос, хотя он, по-моему, только номинант, но, anyway, довольно популярный голливудский талантливый актёр, опускается до состояния, в котором он похож на Зака Галифианакиса и вызванивает проституток, чтобы нюхать кокаин из их очка, то посмотрите обязательно, это стоит того. Да. Намного смешнее. Я просто, ну, люди любят мокументаре какое-то глупое, но, например, тот же Борат, мне кажется, нифига не весёлым. Ну, он тупой, и в нём кто-то видит подтекст какой-то артхаусный чуть ли. Но это, на самом деле, не так, просто очень тупая комедия. А вот тут довольно глубокий фильм. Да, знаете, нравится хип-хопчик? Ну, он, мне кажется... Ушёл так куда-то. Скорее всего, у него у нас... «Голос улиц» не смотрел, который... Я не смотрел. Я прям... Он уже есть уже в качестве, я в кино на него не попал, потому что, во-первых, не все кинотеатры его берут, поскольку это такая очень... Неблизкая нашему зрителю история про становление группы NWA, NWA, которая была... Не знаю, знаком ты вообще с тем, что... Давай не будем, наверное, о рэпе и о фильме про рэп. Ну, хорошо. Это одно из правил на моих стримах просто. А, то есть ни в коем случае, а никакого рэпа. Хорошо, я понял. Проский рэп, да. Запретом. Ну, любой рэп под запретом. А, любой рэп под запретом. Не хочу показаться злым... Да нет. ...человеком, который... Увёл тебя, опять-таки, с мысли про рэп, но... Да нет, просто... Я думаю, что люди, которые хотели посмотреть «Голос в улице», они, наверное, посмотрели. Для меня это название ассоциируется, прежде всего, знаешь, с какими-то дебильными фильмами о танцах. Вот, ну, есть такой жанр про дебилов, которые танцуют, и они каждый год выпускают по 2-3 фильма. Не знаю. Кстати, с Хакином Фениксом, если я ничего не спутал, есть фильм, где он играет Джонни Кэша. Вот он очень хороший. Да, «Волк зе Лайн», по-моему, называется. Да. Вот, кстати, по-моему, он выиграл всё-таки Оскар именно за роль Джонни Кэша. Ну, фильм действительно прикольный. Нет, у него нету, по-моему, статурных фильмов. Номинация, скорее всего, была за «Гладиатора», почему-то я в этом уверен. «Anyway», блин, что-то у меня «Anyway» прилипло сегодня. Я, кстати, посмотрел, у него номинация была за «Фильммастер» в 2013 году, за... Да, плюс-пятьсёта номинация была, вот, за этот, за 2006. А вот за «Гладиатора» и «За Гладиатора» была. Сус, у него было три номинации, три раза не взял. Ну, не знаю, тут как-то не повезло ему с фильмами, потому что фильм про саентологов «Мастер». Странно, что ему за «Ана» не дали. Да, 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 там был прям хорош. Ну, он практически в любом фильме убедительный, на самом деле. То есть, действительно хороший актёр. Я его заметил, что у меня на ВИЧС был какой-то старый фильм, назывался «Солдаты Баффало», по-моему, где он наркотики в воинской части продавал. Я ещё тогда подумал, прикольный чувачок. Ну, я даже не помню таких каких-то совсем уж плохих фильмов с его участием. Да, да, согласен. Он прям такой... Вот с ним последний иррациональный человек был, я вот недавно смотрел. Ну, есть такая когорта актёров, которые всегда фильмы, ну, как минимум, украшают, но при этом они не знакомы там широкому кругу зрителей. То есть, домохозяйки не узнают, скажем так, если им показать. Но скажут, я этого чувака помню. Можно ещё каких-то таких актёров вспоминать, если мне чат будет подсказывать. Типа, которые хороши, но их не угадаешь с первого раза, как их зовут. Ну, не то, что не угадаешь, которые вот прям широкая общественность, так скажем, не... Не знаю, ну, в общем, не Брэд Питт, короче говоря, но при этом в говне, в откровенном не снимаются. Ну, вспоминается этот мужик, который играл в фильме, там, Нефть, Линкольн, всё время забываю, как его зовут, такой Дэниел Дэй Льюис, по-моему. Но у него вообще, там, наверное, пять номинаций на Оскар или шесть, он довольно известный британский театральный актёр, насколько я понимаю. Мне сразу вспоминается, когда вот такой, кем поднимается, этот, как там, Джамат, сейчас... Пол Джаматти, короче, вот так никогда его нет, не подумаешь, что он прям такой хорош. А вот, вот ссылка на него. Ну, он характерный, актёры сыграют очень в большом количестве арт-хаусного всякого кала. Вот, то есть... Он просто из-за внешности же не может главные какие-то роли играть, но в ролях всяких неудачников, лузеров и в голливудских проектах на... Ну, вот, в ААА-проектах он часто на второстепенных ролях в роли клоуна. То есть, довольно такая тоже известная личность. Стив Бушеми, такого же плана, актёр. Да, но он закрепился в этом сериале. Эдвард Нортон. Эдвард Нортон — отвратительный актёр. Вы меня никогда не переубедите, он везде одинаковый, абсолютно. Есть только один фильм, где он хоть немного отличается от Эдварда Нортона из других фильмов. Это «Американская история Икс» и только потому, что его побрили и с Вастоном он на грудь нарисовали. Потому что, когда он выходит из тюрьмы, он снова становится Эдвардом Нортоном. То есть, ну, не знаю, настолько однообразный актёр вообще... Отлично положительный герой такой вот, грубо говоря, по фильмам. Кевин Бэйкон? Кто-то написал Кевина Бэйкона? Я вообще не знаю ни одного более-менее стоящего фильма с Кевином Бэйконом. Подожди, подожди, а как же «Дрожь земли»? Ну, «Дрожь земли», да, конечно. Не, ну я могу... На самом деле есть с Кевином Бэйконом. «Таинственная река», наверное, самый нормальный фильм, но он там на второстепенных ролях. Мне нравится с ним этот... Как же там... Несколько хороших парней, он там адвоката играет. Да нет, ну, есть, есть фильмы, наверное, можно повспоминать. Ну, он в сериале очень хорош. Вот, который сериал с ним есть. Я робот. А, нет, господи, я робот. Другой Кристиан Слейтер. Кристиан Слейтер. Кстати, он получил за него глобус, что ли, за этот сериал? Ну, это большой прорыв, если учесть, что Кристиан Слейтер у Юбола снимался в последнее время. Ну, блин, я читал Бэйкона, я помню, какой-то фильм есть, где он Мэрил Стрип насилует. Или типа того. Я всё пытаюсь вспомнить, что это за фильм, но не могу вспомнить. «Джонни Синс», я такого актёра не знаю. Ну, Джефф Бриджес довольно популярный актёр. Он был очень популярен, кстати, в ролях всяких красавчиков. В 80-е просто у нас эти фильмы не очень известны. Он у нас больше всего известен как «Большой Любовский». Мне тут пишет Лим Ниссон. Я, кстати, соглашусь, не все смогут угадать Лима Ниссона, но он очень крутой. Ну, он стал суперпопулярен после «Заложницы». Теперь он, не знаю, у меня его знакомая одна всё время с Харрисоном Фордом почему-то путала. Не знаю. Но он реально знаменит. То есть сейчас он, наверное, всё-таки актёр такой ААА-класса, и его приглашают прям на лид-роли в большие проекты зачастую. Но я бы, кстати, не сказал, что Лим Ниссон – какой-то безумно крутой актёр. Он тоже везде какой-то немного одинаковый. Не знаю. Положительный. На такой больше папа-учитель. Не, я помню фильмы, где он играет отрицательного персонажа, типа первого Бэтмена Нолановского, но не. Да там он тоже такой, знаешь, отрицательный положительный получается. Половину фильма его учат, типа. Кристоф Вальс нормально играет только у Тарантино. У всех остальных он играет обычно какого-нибудь дебильного злодея, типа Кардинала Ришелье, там, или чувака из... Как, кстати, тебе последний Бонд? Вот этот вот. Да и мне вообще все Бонды с Крэйгом говном кажется. Последний Бонд – это жуткий высер вообще. Я смотрел только «Казино Рояль» и второй, я не помню, как он назывался, то ли «Скайфолл», то ли... Как он последний? Нет, нет, предпоследний был. Ну, короче, они все какие-то суперумылые, я не знаю. Для меня это как Борн, только, блин, без Дэймона, только с... По посту. Да, ну, не знаю, короче. Мне больше нравились класси. Если лучше снимать Бонда, то пусть это будет реально нормальный, типа, Бонд в костюме, какой-нибудь Клайва Оуана могли бы позвать. Этот физрук, он совсем как-то нелепо смотрится. В последней части вообще был бред, когда он с автоматной очереди взрывает базу противника, это вообще нереал, который там строили годами, там... Как тебе старые фильмы про Бэтмена от Тима Бёртона? Нормально, нормально. Мне, кстати, первый Бэтмен, наверное, больше всего и нравится по... Ну, из всех Бэтменов. То есть мне вообще перезагрузка Ноломская не особо нравится, и такой вот для меня идеальный Бэтмен это как раз... Ну, за исключением дебильных моментов, где, например, Джек Николсон достает огромный револьвер у себя из штанов, там, ну, какие-то совсем уж... Ну, это на самом деле комиксово и забавно, но мне прям в детстве как-то это казалось нелепым, и сейчас, наверное, еще более нелепо. Там еще принц играет на заднем плане, и от этого дебильность момента она увеличивается в сотню раз. Но первый Бэтмен, на мой взгляд, намного лучше и Чёрного Рыцаря, и всей остальной чепухи, которую Нолом наснимал. Ну, и второй Бэтмен мне тоже, кстати, нравится. Он такой... Ну, я, кстати, соотнес бы, вот мы вчера вспоминали, когда... Примеры, когда первый фильм классный, а второй душный, ну, чтобы сравнить с Том Брайдером как раз 2013-го и Rise of the Tomb Raider. Вот второй Бэтмен по соотношению к первому то же самое, да, только больше персонажей, лучше графин, а по сути фильм какой-то более душноватый, да. Есть только один момент, я сейчас перепроверил, но этот... Сейчас... А, нет, всё правильно, нет, всё чётко. Сори. Ну, воистину говно это вот Бэтмена от Джоэля Шумахера, вот это реально просто безумный какой-то бред. Даже Бэтмен Форевер, где он пытался, видимо, стиль Бёртона удержать, это просто как такой трэш, а уж про... Стоп, я... А, Бэтмен и Робин, вот это вообще просто невозможно смотреть, у меня в детстве кассета была, я просто травами слезал. Там, где же Варснеггер? Да, такая фигня. Новый, кстати, Бэтмен будет, мне кажется, очень крутой. Про Даниэля Дэй Льюиса я уже вспоминал, Энтони Хопкинс, но Энтони Хопкинс это тоже британский, очень серьёзный актёр, насколько я понимаю. Майкл Пастенберг не считается таким ребят-актером очень крутым, на мой взгляд. Ну, он сейчас один из самых таких высокооплачиваемых, на самом деле, голливудских актёров на мужские роли, так что он уже и на постере его имя. Да, ну его стоят. Стив Джобс очень ужасный получился, нереально. Какой что? Ну, Стив Джобс последний с ним вышел. А, ну я не знаю, зачем вообще фильм. Отвратительный фильм. Зачем вообще фильм про Стива Джобса смотреть? Ну, я типа не знаю. Можно просто сказать, что в менталке про Стива Джобса с таким же успехом. А с Эштоном Качером-то вышел фильм, я помню. Был же ещё один проект про Стива Джобса. Кстати, с Эштоном Качером, Стива Джобса лучше, чем с Фестенбергом. Вот что самое удивительное. Как, кстати, у вас там скачка? У меня пишут 19 минут ещё. И я только Прометей смотрел, по-моему, с Фастбендером. У меня 30-го. На 10 негабайтс пошёл. И дальше пошёл. 17 минут. Ну, я больше всех присоединись к вам. Так. Дензел Вашингтон. Ну, такое-такое. Ну, у него была эра Дензеля Вашингтона, где он был практически, если это Нигера Дензеля Вашингтона. Вот. А потом, как бы, сейчас уже всё. Он отыграл своё, можно сказать. Да не, он по-прежнему в топе. Часто. С ним этот уравниватель был неплохой, который был в прошлом году. Ну, какой-то, не знаю, такой... Какой-то кинцо. Да, да, да. А в Голливуде так любят делать. То есть, если что-то деньги приносят, то пожалуйста. Есть просто похожий с ним фильм «Гнев». Кстати, его многие любят, а мне и «Гнев» не особо понравился. Да и «Уравнитель» не понравился. Я тоже люблю с ним больше, что он нравится. Ну, самый любимый фильм с Вашингтоном, это, наверное, всё-таки тренировочный день. А клёвый... Клёвый, кстати, фильм «Книга Илая». Я не понял, почему всем не понравился. Из религиозного, что ли, подтекста? На мой взгляд, фильм вообще на восьмерочку тянет. Но я, как человек религиозный, я прям понял, о чём это притча. Дальше про веру, но в этом же ничего плохого нет. Это круто. Это круто. А как вам Кевин Костнер? Кевин Костнер? Давай, я, наверное, тогда потом... Человек, который был самым после фильма «Телохранитель», Кевин Костнер был самым высокооплачиваемым голливудским актёром. Он получал по 30 лямов за фильм, но умудрился сняться в «Водном мире» и почитали его не на пике популярности. В «Водном мире» бюджет был больше, чем у «Титаника», и там какой-то нереальный вообще проваливший был. Я не могу сказать, что типа это плохие фильмы, на самом деле. Ни «Почтальон», ни «Водный мир», ни «Полный отстой». То есть, например, «Водный мир», ну это вполне такой Мэд Макс на воде, да. Там «Почтальон», нормальный пост-опок. Но как-то вот они жёстко вообще провалились в прокате, и после этого Кевина Костнера вообще 20 лет не было видно, пока не вышел фильм «Кто вы, мистер Брукс?» Такой, знаешь, полу... Полу-независимый, который отбился очень жёстко в прокате, и Кевина Костнера теперь хотя бы в кино стали снова звать, потому что 20 лет его даже трогать не хотели просто после «Водного мира», просто боялись, наверное. А так он был очень кассовым, прям одним из самых оплачиваемых актёров. Робин Гуд, там можно много попсы вспомнить, которые в 90-х с его участием выходила. Клинт Ист тут какую-то фигню с ним снял, где он с маленьким школьником ездил по Америке. Но в целом, как актёр, он такой, не знаю, на Мэла Гибсона чем-то смахивает, только менее безумный, знаешь, если Мэл Гибсон... Мне кажется, что Кевин Костнер сравним в плане с Николасом Кейджем по карьеру. Ну, Николас Кейдж... Блин. Николас Кейдж, по-моему, просто идиот какой-то на кокаине, ну потому что я не знаю. Либо Николас Кейджа надо всё-таки было понять вовремя, то, что реально от сценариев можно отказываться, то есть не обязательно сниматься во всём, в чём тебе предлагают. Может, он хочет побить Диармена Джигарханяна по количеству фильмов, в которых снялся, я не знаю, какой-то рекорд Гиннеса установить. То есть как в «Здравом уме» можно согласиться в «Плетённом человеке» играть или там в... Ладно, ты один раз наступил в «Призричного гонщика», но и сняться в дебильном продолжении, ещё более дебильном. Там Сиквел был настолько плох, что, не знаю, мне хотелось глаза вытащить ложкой. А правда, вот, фанаты комиксов, правда, что, типа, «Призричный гонщик» — это один из «Мстителей», типа, ну, как бы по классике он в комиксах там вместе с ними гоняет. Я просто посмотрел, если бы в «Мстителях 3» был бы Николас Кейдж, который ссыт огнём на мотоцикле. Халк такой на него смотрит, думает, такой вот себе, пошёл. Не знаю, я в любом случае люблю Николас Кейджа, хотя бы за фильм «Без лица», где он глазами вращал очень смешно. Вот это прикольный фильм. «Воздушную тюрьму» кто-то вспомнил. Ну, на самом деле, вот три боевика детства, «Скала», «Воздушная тюрьма» и «Без лица», в которых был Николас Кейдж, они вообще топовые, на мой взгляд. А мне с ним нравится 8 мм очень, я помню, смотрел, прям засмотрелся. Это где он порно? Снавпорно, да? Да, там что-то было с какой-то кассетой. Кстати, там тоже есть «Хоакин Феникс». Я часто рассказываю эту бодягу, но есть на ютубе ролик, называется «Как Николас Кейдж смотрит плетённого человека». Там кадры из 8 мм, где ему показывают, как девочку насилуют и убивают, он глаза закрывает, отворачивается, а потом выходит, и бабке горит, эту плёнку надо сжечь и отдать полиции. Мне подсказывают, что «Гонщик в общей вселенной смеси с «Омстителями» и «Людями Икс». Так это шуморительно, я не знаю, надо петицию подписать, чтобы Николас Кейдж... А сейчас надо писать по студии, какая студия владеет правами на «Без лица» и «Гонщика». Это у нас, получается, кто снял? Так, написано. Ты как-то глубоко копаешь, я тебе могу сказать точно. Там просто же вот эти с этими комиксами, в Марвел в своё время страдали... Да-да-да. Так. И теперь пытаются всех вернуть под общее крыло. У меня просто лак был, видимо, из-за того, что качается эта игра. Ну, чё у вас там? У меня 22 минуты. 12 минут, 18 галайд. Как я вам завидую, ребята, как я вам завидую. Наконец-то вкусите. Эту прекрасную игру. Скоро в Нью-Йорк. Стим заработает, я уверен, вот вообще. Блин, я на самом деле думаю, стима перекинуть папку в Юплей, но она же не увидит её. У меня, кстати, осталось всего пару часов с вами, ребят. Меня потом заберут. Всем привет, ребят, да. Если что, это на стриме Илья Мэдисон и Денис Русианини, он же Дэн Рус. Он же просто Дэн. Он же просто Вэллаф Геймс. Вэллаф Геймс, да. Вэллаф Геймс, да. Вэллаф Геймс, да. Вэллаф Геймс, армия. За этот новомодный хэштег. Новомодный хэштег, да. Всем привет. Ход с ума сходит в окно, смотрит, и прям то встаёт, то падает, я не знаю, что с ним случилось. Рвётся. Рвётся на волю. На волю. Ты все последние два слова будешь повторять, которые мы произнесём? Произнесём. Не, ну это просто забавно было. Вы заметили, я просто меньше всех говорю, а скачка-то быстрее. Так я думал, ты... А, то есть, если мы молчать будем, то у нас будет быстрее качаться. Я просто думал, что мы так или иначе на стриме. Людям интереснее, когда люди говорят, чем как молчат. Но если это действительно ускорит скачку, то я... Нет, конечно, ничего против ними. Говорите. Толстый, жди. Если ты в стиме, просто жди. Мы решили не ждать, и вьюплей игру получили, и качаем. И ещё раз спасибо нашим зрителям за поддержку своевременную. Предоставили нам и ключи игры. Да, огонь. Зашёл, застрял в кучу мусора. Вот такие. Это и есть игра, на самом деле. Тебе показалось, что это куча мусора, это игра. У King James, кстати, ни одного друга вьюплея нет. Мне прям жалко этого человека. Надо будет добавить парочку. Да, у него есть. Друзья, тоже никого друзей нет. Вы не добавили никого друзей? Давайте добавим вот этих трёх друзей, а которых... Нам друг друга придётся в любом случае добавлять. Друзья, давайте добавим. Да, давайте прямо сейчас заботимся этим. Так. Так. У меня вот такой вот аккаунт. Сейчас. У меня... Это на следующий. Угу. Так тебе женщина, что ли, дала? Ну, в смысле аккаунт. Это к кому вопрос? Ну. А кто из вас это написал? Денис, видимо. Ты же скинул только. А мне... А, нет, стоп, стоп. У меня неправильно прогрузилось. У меня букву Б не было в этом. А я не вижу, что вы пишете. Вот ещё момент такой. У меня только свои сообщения. Не знаю почему. Может, какого-то версии сказать, старая. Я добавил тебе, Денис. Угу. Всё. Запрос пришёл. Да, извините, что меня отсокает немного вконтач. Спасибо, Дэн. Закрою. King James. Это ты, да, Игорь? Добавил мне. Да, 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 да. You are. Так, всё, он отправил, Илюх. Тебе тоже запрос. Ну вот, теперь у тебя интурирует. У тебя есть друзья теперь. Два друга. Да. Береги их. Возьми ещё, Мастима. Что-то тебе добавить. Ты такой одинокий такой вообще. Волк. Скорее бы, скорее бы. Так хочу посмотреть. Ещё никогда так не ждал игру. Нет, вспоминается стрим, когда мы ждали GTA 5. Она должна была релизаться в 12. И в итоге только, по-моему, в 4 утра, что ли, запустилась. Я был один из немногих стримеров, кто досидел, надо признать. Это было на ПК, который релизировал? Да, на ПК релиз когда был. Ну, на приставках я задержки с выходом редко вижу. Да, тоже. Удивлён этим, когда появился у меня PlayStation. Тоже порадовало, потому что когда написано, тогда и выходит. Ну, зачастую, конечно, есть. А как вы, кстати, относитесь к логическим играм? Недавно вышла игрушка под названием The Witness от создателя Брейда. Не рекомендую такую игру. Не рекомендуешь? Нет. Там унылые, одинаковые головоломки. Ну, я почитал, во всяком случае, отзывы, сам не видел, но люди, которым я доверяю, сказали, что вообще не стоит смотреть. Увы, слишком просто, однотипно и напоминает игры на мобилках. Ну, эта игра вышла на мобилке в том числе. Но, тем не менее, я смотрел трансляцию Дэн Геймена. Поиграл лучше. Дэн, хочешь ты поставить игру на мобилке хорошую вообще? Да? Ну-ка. Punch Club? Называется Heyday. 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 H-A-Y-D-A-Y. Так, и в чём там суть? Ну, ты как бы втянешься, поверь мне. Не играл на осуждая, ну, естественно. А как, как бы, не обязательно быть курицей, чтобы попробовать яйцо, или как-то так говорят. Ну, ты понял. В общем, я тебя забанил на 30 дней. Я могу осуждать вообще, я могу осуждать вообще всё, что угодно, что не пробовал. То есть, я могу сказать, что Скарлетт Йоханссон стрёмная. Это не значит, что, чтобы сделать такой вывод, не обязательно ей присунуть. То есть, я же могу на, не знаю, просто, не знаю, какими-то общими критериями оценивать. Например, я почитал отзывы в Стиме. Если уж в Стиме отзывы половина недовольна, то вряд ли эта игра не огранённый какой-то алмаз. Назовите мне хоть одну игру, которая вот подходила бы, ну, то есть, у которой бы отзывы были отвратительные, при этом она была бы потрясающая. Денис, знаешь хоть одну? Затрудняюсь. Ну, или, знаешь, и может быть такая категория игр, которая как бы, как Guilty Pleasure, что ли, называется, да? То есть, когда вроде все их не любят, а именно тебе она нравится. То есть, такие-то, наверняка, должны быть. Слушай, ну, а тот же Harvester? У меня есть такая вот такого рода игра. Возможно, отнести. Которая никому не нравится, но я... Harvester, скорее. Она такая культовая в определённых кругах, да, Игорь? Что-то какая? Это игра, ну, есть игра, которая вообще никому не нравится, но я от меня просто в восторге. Эта игра называется Need for Speed The Run. Это просто самая лучшая гонка, которая была создана, мне кажется, человечеством для синглплеера. Потому что засунуть в сюжет в гонку ещё никому не удавалось столь хорошо. Вы слышите, как меня на заднем плане играет губная гармошка или нет? Я на Need for Speed The Run абсолютно серьёзно говорю. Я в неё каждый год играю. Так вот, Need for Speed The Run. Лучший гоночный симулятор, по мнению Игоря ГХК. А тем временем я читаю описание к игре Хэйдэй на App Store. Best farm ever. Welcome to Hэйдэй, the most popular farming game on mobiles. Number one in 122 countries. Серьёзно, ты рекомендовал мне симулятор фермы? Симулятор фермы, знаешь, как здорово. Ты утром встал, свинёшек покормил, вечером собрал бекончик. Я отойду на 2 минуты. Я пошёл. Что там произошло? Я отходил просто на минуту. Я бы посоветовал Минрусу симулятор фермы, пошёл восстанавливать. Сейчас, видимо, посадят первые свои огурцы. Спасибо, Типпи, за донат. Спасибо. Но я не знаю. В общем-то, обязательно там может быть всё что угодно. Откуда... Откуда ты, может быть, уверенность этого не сделал? В данном случае. Да. Я вот пытаюсь даже вспомнить какую-нибудь игру, которая всем не нравится, а мне пришлась бы по душе. Ну, Quake 4, наверное, у него довольно спорные отзывы были. А я прошёл не без удовольствия. Хотя перепроходить бы не стал. Последний, Assassin's Creed, я поиграл. Повеселился. Денис, например. Рэдж квитнул вообще. А там уже, да, вместе же можно играть в Юнити. Нет, последний не Юнити, последний по Лондону. Я не помню уже название, даже Синдикат по... Четыре минуты, друзья. Я просто никогда не играл ни в один из данной франшизы игру, ни в одну не играл. Поэтому сложно вообще судить, что вообще говорить про... И про Assassin's Creed? Да, про Assassin's Creed. Да их там миллион тысяч. Мне понравилась вторая часть. Действительно, хорошая игрушка. Все последующие уже. Исключительно ради прибыли, мне кажется, создавались. Ну, хотя некоторые отмечают Black Flag. Уж не знаю, видимо. Романтика. Ну да, я... А ты не играл мне? Нет. Я бы даже стрим бы посмотрел с интересом. Самому играть как-то лень, а вот на тебя в образе пирата я бы глянул. То есть, чтобы у тебя одного глаза не было, повязка была, попугай на плече. Слушай, это такой простор на самом деле. Ведь действительно, а вдруг игра интересная? Ну, по большому счету, на пиратскую тематику не так много игр. Корсары какие-нибудь, да. Но Корсары уже устарели. В Корсар ты играл? Ну, играл в какие-то части, да. Там в детстве, я помню, какие-то Корсары были, еще 2D-шные. Потом не так давно выходили какие-то. Тоже я запускал, но там совсем какая-то графика уж такая. Играть тяжело просто, будем откровенны. А Black Flag вроде как современная вполне игра. Вроде там есть и бои на суше, и бои на море. Было бы любопытно посмотреть. В общем, я, мне кажется, уж лучше, чем в рейдж какой-нибудь гонять. Я уж не знаю, почему-то вдруг решил такой странный выбор сделать. Это пожелание Элдингера, нашего зрителя. Ну, кстати, игрушка вполне себе. А что с Элдингером? Он умирает? Топ-поддержавший. А, топ-поддержавший. Я думаю, может быть, он болеет. Нет, все, все. На здоровье. Так, все хорошо. А если кто-то болеет, выздоравливайте. Да, кстати, у нас в городе закрыли все школы. И детские сады. А вы думаете, что я сижу тут днем на стримах? Конечно, и детские садики тоже закрыли. Кстати, по поводу пиратской тематики. Помню, Лирик, наш зарубежный коллега, играл в мультиплеерные морские баталии. А там две команды, два корабля. Это неправильно друг друга на абордаж. Не видели? Да есть она в стиме. Даже недавно в топах была. Видимо, как раз Калерик постримил. Но... Да веселая, веселая, что она. Она еще в рамках, по-моему, альфа-тестирования не стримили. Не знаю, вышла она или нет. Не знаю. Мне кажется, уж лучше тогда поиграть в какие-нибудь воздушные дирижабли. Помнишь, как эта игра называлась, где надо быть командой дирижабли из четырех человек? Была такая. Была. Как называется? Успели поиграть вообще. Не, ну порой хочется чего-то задорного, кооперативного, уникального. Ну, как всего, есть не фоспитраны. Спасибо за 100 рублей. Да, кому-то действительно нравится сталкер. Тоже не понимаю этих людей. Angry Show. Привет, спасибо тебе большое за подписку. Welcome Angry Show. Thank you. Thank you so much. И John Mike. Второй месяц. Так. Ребята, одна минута осталась. Скажем, Бенни Баффу большое спасибо. Наш паладин. Мне осталось две минуты. Блин, у меня самый плохой интернет, оказывается. Вы сейчас будете играть, и я буду вам завидовать. По логике вещей я должен был по вещах скачать, потому что я же уже... Ну, у меня что-то совсем еле качается. Падает до шести порой. Сейчас буду звонить, разбираться, кричать на них. В интернет-компанию свою. А они знают кто-то? Я думаю, им наплевать. Я предполагаю, что на Билайне сидят люди и поважнее, чем я, если честно. Я никогда не звоню, знаешь, в техподдержку и кричу, я Майдисон, почините мне интернет. Мне, наверное, скорую вызовут, если я такой фигнёй буду заниматься. Ну и плюс тоже мне важная шишка. Какой-то чувак из интернетов такой фигнёй. Один раз я взбомбил, когда мне дерьмовый компьютер собрали, и всё. И единственный раз, когда я воспользовался ими... Сказал, что ты Майдисон? Да. Они удивились? Нет, ну они потом позвонили, извинились через недели-две, наверное. Но главное то, что мне компьютер поменяла другая фирма. Это основной, и этот компьютер прекрасно работает. Всё остальное уже не так важно. Ну, это единственный раз, когда я использовал что-то такое. Ну и, естественно, если меня там где-нибудь в баре узнают и какой-нибудь бесплатный напиток или ещё что-нибудь, я никогда не отказываюсь. Класс. Да. То есть, ребят, если видите Майдисона, пожалуйста, не тушуйтесь, подходите. Не, 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 на самом деле, блин, вот когда в заведении узнают, ну, просто посетители и ставят выпить, то это иногда совсем не к месту, потому что я помню, мы сидели с моим другом, мне надо было ещё ехать на эфир, после этого на геймбокс вести. Мы просто сидели, обедали, я кружку пива выпил, так чуваки принесли 4, поставили, типа, вот от соседнего столика, типа, 4 пива, а мне ехать через полчаса и не оставишь же на столе, ну, как-то некрасиво будет. Мы пришли 4 пива выпить буквально за 30 секунд и бежать на эфир, я там сидел, клевал носом, то есть, бывает такое, бывает, вообще один раз смотрели футбол, после футбола собирались по домам, так мужики вообще ведро пива ледяное, там, с бутылками 12-ю принесли, тоже такое было, за то, что я им на салфетке расписался, и пришлось тоже это пиво сосать там, ну, оставить жабоду уже, это просто... Тяжело быть тобой, я хочу сказать. Да, действительно, действительно, вот так вот задумаешься, блин, не так проста жизнь моя, как кажется, на первый взгляд. Она скачалась, я остановку провожу. Давайте, парни, я как раз открою стрим Игоря и буду смотреть, как вы играете. Супер, мы тоже докачали, написано almost there, почти что, почти что, почти что, почти что там, в Нью-Йорке. Так, Игорь, а как твой канал называется, я не могу его найти. Да, это тяжелое... Тебе нет на Гудгейме, да? На Гудгейме есть, но... Там сейчас плейер печально все равно забит. Так, ладно, я тогда... Я кинулся. Ну ладно, я уже Денису лишнего сырителя приведу, ничего страшного. Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Вулавгеймс. Сегодня у нас совместная трансляция с моими коллегами Ильей Мэдисоном и Игорем ГХК. Будем играть в ближайшие минуты в игру по названию Tom Clancy's The Division. Сегодня, 29 января, игра вышла. Находится она в стадии бета-теста. Впрочем, все сейчас вам покажем. У меня уже музыка какая-то пошла. Я ее слышу даже. Да, и я тоже ее слышу. Простите, я не могу. По задумке так не должно происходить. Shadow 1882 побежал за борщичком. У меня черный экран и все. А, вот, пошло что-то. Так, я попал... Ну, сейчас я начну уже. Так. Добавить игру. Tom Clancy. Денис, у тебя картинка на экране. Ага. Так точно. Статичная. Я просто, ну, вдруг ты не знаешь. Ну, Игорь там экшон просто уже музыка играет. Сейчас DirectX обновят на ней. Так, ну, вроде вот так вот. Там горят туториал безумный просто. И все советуют ставить медиум настройки, потому что она не оптимизирована. Какая у тебя видюха, Игорь? У меня? Не буду называть видюхи свои. Чтобы, не дай бог, не сказать, не слукавить. Или стыдишься? Стыжусь, конечно. Так, options. Все, я вроде в игре. Слушай, а тут на экране написано какое-то предупреждение. Ты прочитал, ознакомился? Конечно. Я всегда читаю все вот эти вот новости, которые пишут. Игорь, не видюха определяет человека, понимаешь? Я знаю, знаю. Окей. Так. У меня, кстати, уже 120 фпс. Интересно, в меню не работает мышка у меня. То есть приходится клавиатурой нажимать. Может, тебе геймпад подключить? Нет. Геймпад выключен. То есть она как бы двигается, но... А у меня черный экран. Это нормально? Да, жди. А, окей. Так, ну я, пожалуй, просто по дефолту. А, кстати, обещали же русский язык во всем, нет? Ну, это же бета. Какой русский язык в бете? Ну, тоже верно. Поставлю-то итальянский, почему нет? Так, у меня какой-то азиат на экране. Азиат? Да. А у меня пока по-прежнему ты не понимаешь. Да, ребят, я за косплей бомжа. Абсолютно верно. Беннибаб, я не знал, что ты так выглядишь. Настройки графики. Слушай, это тут плохо, на самом деле, что у тебя четвертого уровня азиат. Там какие-то же градации по левелам с людьми, с которыми можно играть вчера. Пара человек из стримеров не могли сконнектиться из-за этого. Не качайтесь слишком сильно, я приду уже через 8 минут. Continue game. Подождите, а можно заново-то стартовать, нет? А, вот все, new game, отлично. Можно создать новый персонаж? Хорошо. Ну, азиат был довольно мил, надо сказать. Беннибаб, похоже, из Бурятии, скорее всего. Кому еще в голову может прийти создать азиаты? Я, смотрите, запустил игру сразу, плюс много зрителей. И это я только пытаюсь за ее зайти еще. Да, на канале Дениса тоже прибавка почти тысячи. Да, это рекорд для нашего канала, пожалуй. Ох уж это тысяч. Сколько сейчас там? 6700 зрителей. Ну вот. А если бы вечером начали играть, всем бы собрались, например? Так. Я, кстати, подошел в игру, но я, наверное, выйду и как... Новую игру, да, создать? Cute game? Да, новая игра. Правильно ли я понял, что только randomize у нас есть кнопка? То есть отдельно... Менять какие-то черты лица воспрещается. Во всяком случае, пока. Да как ты... Дмитрий Шей! Спасибо, добро пожаловать. Топ фпс, да. Че-то фпс вообще печально. Сейчас, я думаю, мы перезапустим ее. Ну ладно, 980 я не должна лагать. Блин, че так медленный? Давай, давай, игра. Знаете, такое чувство, как будто все мои друзья уже бегают во дворе, играют в Косаков, Разбойников, веселятся, а мне надо какую-то манную кашу доесть, паршивую. В точку. Блин, а как выйти в меню, в начальное ядринка, внутри? Такая грусть. Я правильно понял? Ты какую-то азиатку в итоге создал? Ладно, сейчас я перезапущу. Так будет проще. Кекс вышел на связь. Tom Clancy's Division, бета-версия, 66 впс. Ой, 58. Ой, 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 30, ой, 25, ой, ой, 6, ой, critical era. Мы падаем. Так. Shift 2 во время, ага. Ребята, я в вертолете, здесь очень громко. Приземлимся, обязательно настроим звук. Прием. Хорошо, как слышно. Мы приземлились. Прекрасно, пшшш. Так. У нас сради дуй, пшшш, повторяю, у нас сради дуй. Мышка... О, мышка теперь заработала. Вот это, кстати, новшество. А, правой кнопкой что? Мэтт, покажи игру, а не верлей, ради бога. Сейчас покажу, держи. Так. Новая... Новая... Может быть сюда? Где он нашел новый... Вот как я ее вижу, потому что я смотрю стрим Дениса. У меня установка еще пока. Причем мне приходится в мобильном качестве смотреть. Как стать нового человека? У меня есть только континент. Закладка в первой колонке. Ячейка с плюсиком, с маленьким. Ага. Надо еще понять... У меня мышка не работает в игре, вот это самая печаль. То есть она как бы ездит... Попробуй отличить геймпад, может он... У меня нету геймпада. Конфликтует? Не включен. Сейчас все вытащу, конечно. А, слушай, может быть... Да, так и есть. Конфликтует. Я еще об этом Илья говорил. Так. Ньюгаем. Ты уже там приземлился где-то, да? Да, я приземлился. Я пока отключу себя в скайпе, ребят, чтобы не мешать им. Пять минут мне еще осталось. Если что, чат. Не, я просто не хочу. Так. Чтобы они уже веселятся. Ну, парни, будем выбирать первого, кто будет похож на бомжа? У меня афроамериканец. Лыцый. А кем же буду я? То есть ты играешь за нигг-нигг-нигг-нигг-нигг-нигг-незггг-нигг-нигг-Annигг-нигг? Именно так. Так, что там, интересно? У меня в чате. Боже, они такие все красавцы. Нереальные вообще. Ладно, освободи. У тебя тоже единственная кнопка у «randomize» и все, да? Да, да, да. У всех, так, господи. Ходеса на 970? Махнут какой-то. Но я надеюсь, что такого не будет. Надо было толкаться давать. Да и да, я уже кашляю. Я не могу сделать интернет быстрее, дружище. Но ты еще не застрял в помойке, Денис? Пока не в основании, а ищу. Где бы можно было застрять. А я в вертолете. Ну на самом деле очень здорово, что ты сегодня нас собрал. Потому что, насколько я понимаю, ты именно тот человек, который перевел видео-туториал на русский язык по поводу бета-версии. Догадываешься, да? Том Кленс из The Division. И я посмотрел это видео сегодня, когда принимал туалет. Странно я как-то это сказал. Ну в общем... Оно помогло тебе прозраться, да? Нет, оно может быть и помогло, но оно не помогло мне, главное, понять, что от меня будет требоваться. Поэтому, так как ты у нас специалист, как человек, который осуществил этот перевод, наверняка ты более глубоко, так сказать, вник в детали. Поэтому поможешь нам освоиться. Конечно. Конечно, друзья. Там же есть живые люди, я смотрю, да, рядом с тобой бегают. Да, кто-то бегает, и правда они очень быстро пропадают, и я не знаю, в связи с чем. А закрытые лобби здесь есть какие-нибудь? Просто есть такое явление, как стримс... Должны быть. Ребята, Илья сейчас запустил стрим на своем канале на Гудгейме. Не, мне не надо, не обязательно об этом упоминать. Я не люблю зрителей. Чем меньше меня смотрят, тем мое душевное равновесие. Как у нас с игрой? Все нормально? Не лагает картинка. Все плавно идет, надеюсь. Да, у меня получился Уилл Смит почти что. Из я легенда. Так, Донни, я тут. Тебе, насколько я знаю, нравится этот фильм. Да. Хотя, наверное, фильм... Ну так, ничего особенного. На самом деле, Уилл Смит актер детства, можно сказать. День независимости. Да, люди в черном. Хотелось бы, чтобы его карьера снова пошла в гору после отряда самоубийц, как бы я не относился к этому проекту. Потому что все-таки хорошего у Уилл Смита нам не хватает немного. А то что-то он подскатился в последнее время, снимаясь у Шьема Ламалана в разных проектах, типа с сыном-то. Слушай, Дэн, я тут вижу четвертого уровня игроков. Может быть, мы с того, как скооперируемся уже? Для этого мне тебя нужно найти. Да, я бегу по заданию, по первому слову. По вейпоинту, да. Две минуты чата, две минуты. Извините. Супер. Вон, за автобусом встретитесь. Press L to... Ага. Skill available. Как графика, кстати, Денис? Первое впечатление то, чего ты ожидал. Выглядит впечатляюще. На Нью-Йорк похоже. Обещания выполнены. Больше на мультик смахивает пока что. То есть вау-эффекта не производит. Скорее ближе к разочарованию Watch Dogs, чем к эстетическому оргазму метро. Так, я буду медик покрасившим. Frame Rate Limit Off. Так, шаток вот и... Так мне кажется, через GeForce Experience надо настраивать. Сегодня как раз патч вышел для бетки. Ты обновился? Да. Я запущу сразу GeForce. Рекомендуемые настройки поставлю. Меня GeForce Experience никогда не подводил. То есть это просто программа мечты. Не надо разбираться, что такое Foxao, Sasao, Mamao, X2. То есть можно просто нажать, оптимизировать, и графика будет приведена в норму. Грязная игрушка подлагивает. Да. Но в принципе в районе 60 FPS, 70. Можем наблюдать. Да нет, это неплохо очень. Только оптимизация действительно хороша. Так, я в Chelsea. Level 2, 4, unexplored. А Дэн, а ты где? Я думаю, что ты меня не увидишь. А почему? Нам нужно добраться до некого центра, до штаб-квартира. Да, Кейк, похоже. Похоже уже потребуется нам 990-ти. Ой-ой, очень что-то упал FPS на стриме. Или мне кажется? Нет, не кажется. ППС нестабилен. Ты не давал девушке? С 70 до 40 падает. Дэн, ты не давал девушке какой-то медицинский пак? Я не говорил тебе, ты спас мою жопу. Нет. Я, короче, выбрал медика. Я нашел мусорку. А жопа-то красивая. Ты какой специалист выбрал? Дэн. Какого специалиста? Я никого не выбирал. Специализацию, нажми L. Так, skill available. У тебя есть skill, да, у тебя есть skill один. Ты нажимаешь... Блин, ты смотрел, ты делал это видео. Окей, три ветки. Medical Tech and Security. Я medical, короче, взял. Так, на control залезать. Я буду щитом тогда. Мэтт, ты будешь технарем. То есть ты вот так вот распределил. У меня даже выбора не было, оказывается. Потому что я последним скачал. Вот так всегда. С людьми, которые в конце приходят. Ладно бы если медикам дали помощь. Я могу пригласить тебя, Игорь. Тебе на ООО. На что нажать надо, Дэн? На О. Вот я тебя сейчас пригласил. Спасибо большое, Скульппер, за подсказку. Пендинг инвайт. Чтобы мы без тебя делали. Join group. Иисус. Все еще минуты, чат. Я не знаю, на минуте. Ну, сколько тут осталось? 200 мегабайт. Так. Так, ну чего? Ты где? А вот, я ж тебя вижу. Нига. Ничего себе. Тебя телепортнуло? Ой, я слышу тебя в игре. Да? Это плохо. Надо как-то это исправить. Да. А я тебя в игре не слышу. Ну так у меня все исправлено уже. А уже исправлено. Давай подсказывай тогда. Аудио. Я не знаю как. Microphone enabled. No. Все. Отлично. Вот, да. Теперь не слышно. Теперь не слышишь. Слушай, ну ты прям нига. А, мы нига? Афро-американ. А ты видел книжку, где чувак просит, короче, говорит, сейчас я, говорит, вам покажу, как говорить слово нигер, типа, афро-американцу. Ребят, мне стыдно с вами на одном стриме находиться. Да. Вы чего? Нас могут смотреть, во-первых, за рубежом. Во-вторых, ну, мне кажется, это просто не соответствует правилам твича. Давайте. Моя другая нестыдно, извините. Афро-американ, конечно. Конечно, конечно. Да, конечно. Сори. А как стрелять, Игорь? Пропробую кнопку нажимаешь и... Зажимаешь. А потом левую, да? И потом левую, да. У меня маслины закончились по всей... Получилось? Нет. Ты не можешь стрелять, я не могу стрелять. Блин, я первый раз вижу, афро-американца, который не может стрелять. Он продолжает, слушай, он продолжает. Вы так что сделали замечание, он не может успокаиваться. Я не могу, ребят, я не могу. Я должен как-то хилить вас. Ну-ка, ну-ка. Не, правда, не стреляет. Может, у тебя патронов нету? Надо это, пушку повернуть, знаешь, так, на бок. Есть еще... А ты из чего стрелял пытался? У меня есть пистолет. Нажми двойку, нажми тройку. Ну, смотри. Смотри, на двойку у меня, короче, у меня вот этот автомат. Ничего себе, она... Сейчас придет владелец машины. Сем, подожди, ты смешно. А у тебя горит в нижнем левом углу надпись «Skill not assigned». Нет. Нет? Может, в это дело. You have grenade. Ну-ка. Ага. Зажимаешь кнопку «G» и... Так тут доступен только медик, оказывается. В смысле доступен только медик? Ты сейчас медик? Нет, пока еще нет. Ну, смотри, когда станешь медиком, сообщи об этом. А как кинуть гранату? Подожди, currently unavailable, not available in beta. И как ты стал медиком, если недоступен? Так, а ты на L? Я на L. Ну, я... Медикл, у меня есть скилл на E какой-то теперь. Слушай, мне заплатить надо. Стрелять можно было. Короче, я когда на E нажимаю, вся моя группа видит все угрозы, которые близко. То есть вот вокруг. Вот я на E нажимаю на E, и ты должен подсвечивать за все угрозы. Хорошо, ладно. Черт с ним. Я миротворец. За твоей спиной буду. Погоди. Закрывай меня. Как кидать гранату-то? Как стрелять, ты мне скажи. Правую кнопку зажимаешь и стреляешь. Знаешь, здесь мушкин идет. Он прицеливается, но не стреляет. Блин, ребят, у меня такая проблема. У меня что-то там, и она занимает... Богу. Кинотеатр. Да. Ну, от этого, как бы... А, все, все. Пришла в себя. Так. Почему ты четвертый уровень, я бы там, 0-4-н-ка? Натап, ничего себе. Так. Че он сказал? Он сказал то, что будет... Как эти к тебе... У тебя моя! Так. Или... Давай Илью дождемся. Сейчас, сейчас я... Как раз же Force Experience запущу. Надо разобраться, как работает граната. Выбрал я гранату, а че дальше? А, все, понял. Длительное нажатие на Г выбирает гранату, а маленькое нажатие на Г говорит, что ты готов ее кидать. Понял. Слушай, кинь в меня гранату, пожалуйста. Мне говорят, что нужно умереть, чтобы я мог стрелять. Это баг. У меня флеш-граната. А, френдфайр не работает. Не убереть тебе, Денис. Так ладно, ты же медик в итоге, или кто? Просто медик, то есть стрелять не обязательно. Будешь бегать, лечить. Скилл выбирает, куя... Пробел нужно задействовать. Ну, знаешь, в некоторых играх есть... Пацифист ран, например. То есть... Предлагаешь мне выполнить челлендж? Я за счетом, все нормально. Слышишь, эти люди говорят, что помогать теперь, да? Я не могу стрелять! Сколько раз тебе об этом говорить? Что ты бомбишь-то? Ты можешь... Что ты ко мне пристаешь? Пальше на спусковой крючок положить, стреляй. Смотри. Так это наши. Это наши? Конечно. Берем? Зеленым цветом подсвечены. Вон, я вижу, иними. Блин, откал не появляется даже тут, ладно. Попробую так настроить. Да чё, и в пистолете нет, маслин! Стрельба над available in beta. Надо задонатить, видимо. Давай защищай зону. Нам нужно помочь этим беднягам. О, ты у меня на попе катаешься. Оно так на самом деле и есть. Гранату кинул. О, класс! Давай, вперед, 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 солдат! Атакуй! Так. Да подбегай в упор уже, добивай. Ребята, я напомню, что это пока еще бета-верт. Не стоит судить строго. И уж писать комментарии, За это платить две тысячи тоже не стоит. Вообще-то эта игра бесплатная сейчас. За месяц все изменится, поверьте. Заканчивает. Тебе-то, мне кажется, еще не платят. Ты зря. Да. Угроза, угроза, угроза. Угроза на Н. Угроза, 12 часов ты должен говорить. Необразованный белый. Ты вообще служил? Я смотрю, ты очень много служил, стрелять не можешь. Два часа. Я просто много стрелял. Давай, давай, чего ты? Ну чего, чего, давай подбегу, что ли, не знаю, запинать могу его? Табом пинай их, давай. Табом, давай, табом. На. 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 По-моему, это мой брат, афроамериканец. Блин. 100 рублей, спасибо, Иван. Кстати, обрати внимание, эта банда полностью состоит из афроамериканцев. Я ни на что не намекаю сейчас. Брат, прости. И ты, брат, прости. Ты будешь перед каждым извиняться. И ты, брат, прости. Почему одни афроамериканцы, подожди? Что за бред? Слушайте, у меня тоже негр почему-то. А как вы, как вы заново начали? Что бы я... Смотри, на верху. Первые колонки сверху. Очень маленький. Просто колонки, ваше. Мы не тоже очень маленький. Да-да-да, это было нелегко. Это переста и мои зрители. Я многое на тебя. Да, я катается на вертолете. Игорь, прилагаю, вернуться назад по тому же пути. Давай. Как в фильме прям. Так, собака, спокойно, спокойно. Милый песик. Все, супер. Все, я с ней поговорил, конечно, все хорошо. Все, естественно. Так, ну меня устро... Я думаю, я долго не буду кастомизировать, меня устрою этот персонаж. Там даже, если помнить, захочешь, не очень можно кастомизировать. Мать, не буду, потому что меня и так все... Кинсо-то интересное вначале, можно скипать. Скипать, может. Я бы досмотрел. Ну хорошо. Там целых две минуты полета на вертолете. Надо было немного порандомазить все-таки, что-то я, по-моему, переборщил. С лицом? Да, у меня такая. Игорь, Игорь. Два афроамериканца, перейди. Иглотить. Поговори с ними. Я даже стрелял. Так, а это мир будущего. Только азиатские женщины и афроамериканские мужчины выжили, насколько я понимаю. Игорь 2, афроамериканца, перейди. Блин, они реально все афроамериканцы, но я ни на что не намекался. Возможно, уже... Смотри, Дед Мороз белый, все в порядке. Дед Мороз белый. Окей. Дед Мороз. Это было бы странно, если бы Дед Мороз не удивлялся уже. Так, ну пошли дальше. Почему они не ходят, кстати говоря? Я хочу ходить. И спасибо большое за поддержку. Прямые перелизы. Спасибо большое. От души. От души. От души, души. Каннабис тоже, спасибо. И Джейсон Фандербургер, господи. Каннабису особенно. Смотри, смотри, Дэн, Дэн, смотри. Что убегает? Ой, афроамериканец. Афроамериканец. Это мирный житель. Слушайте, зря я спросил насчет ролика, стоит ли его смотреть, скипнуть. Ты его все равно нельзя. Я уже бы и хотел, наверное, отказаться от просмотра избитых китайцев каких-то, замотанных. Мы заблудились. С какой стороны пойдет Илья? Здесь, здесь пойдет. Так, парни, а я что ужинаю? Собака срет. Смотри, смотри, собака срет. Да, блин, тебе вот здесь, боже собака. Собака срет. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...